Главный рабочий инструмент следователя – пишущая машинка. Обязательный атрибут кабинета – телефонный аппарат, настольные часы, перьевые ручки с чернильницей, пресс-папье и аппарат для проявки пленки. Сегодня эти раритеты выглядят словно инвентарь для театральной постановки, а в середине прошлого века в таких условиях работал каждый следователь прокуратуры. Это такая работа, которой каждый выбравший посвящает целую жизнь. Так было в сороковые, в восьмидесятые, так остается поныне. История прокуратуры, она в конкретных лицах и в конкретных делах, которыми приходилось заниматься. Вот на моем конкретном примере. Я прокуратуре Рязанской области отдал 25 лет. Начинал в 1984 году с должности стажера, потом следователем района прокуратуры, прокурором сельского района. В то время приходилось заниматься и расследованием дел, и вести общий надзор, и тем, чем положено по законам о прокуратуре. Реальные вещи, которыми когда-то пользовался реальный следователь для нас – страницы истории. В те годы совершенно иные условия, другие люди и отличные от наших проблемы были в поле зрения следователей прокуратуры. Сегодня у сотрудников отличаются и функции, и методы работы, но неизменным остается одно – эти люди в форме, в своем повседневном труде, стоят на защите закона. С рабочим кабинетом из прошлого можно познакомиться в Музее молодежного движения до 13 января 2022 года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».